Всем привет! Мы продолжаем наш видеокурс «Я и моя Библия». И мы еще раз напомним, что цель этих занятий – не только изменить самоотношение к Библии, но также научиться тому, как получать удовольствие от чтения Священного Писания. И самое главное, как нам научиться слышать Бога посреди этого процесса. И прежде чем перейти к новым пунктам нашего курса, давайте вспомним кратко главные истины, о которых мы говорили прежде. Итак, мы с вами уже сказали, что человек был создан трехчастным существом. У нас есть дух, душа и тело. И модель, по которой Бог изначально задумал общаться с человеком – это непосредственно через наш дух. То есть Бог что-то говорил нашему духу, затем информация из нашего духа, она переходила на территорию нашей души, наша душа, приходя в согласие, давала сигналы нашему телу, и наше тело осуществляло соответственные действия в физическом мире. Вот как задумано было устроение жизни в совершенной модели – взаимодействие Бога с человеком и человека с Богом. И как мы выделили на прошлом уроке, главным объектом нашего внимания на настоящий момент является именно наша душа. Почему? Да потому что именно то, в каком состоянии находится пятерка нашей души, от этого напрямую будет зависеть и качество нашего восприятия информации со стороны Бога, или со стороны нашего духа, и, соответственно, это будет отображаться на принимаемых нами решениях. И если мы с вами опишем привычную модель того, как функционирует наша душа, то мы увидим следующее. В этой схеме мы будем использовать нашу пятерку и поместим ее в окружности души, чтобы более яснее рассматривать процесс. Процесс размышления, реакции и принятия решений. Итак, наш дух был задуман для взаимодействия с миром духовным. И наше тело для взаимодействия с миром физическим. Но наша душа привыкла работать в паре именно с нашим телом. И когда информация из мира физического через наши пять органов чувств поступает на площадку нашего интеллекта, то затем все пять частей нашей души в определенной степени начинают в этом участвовать. То есть к нам поступила определенная информация из мира физического. Сюда подключается либо наше воображение, либо наша память. А может быть память подключится вначале, потом воображение. Или же сразу передаст информацию в сферу эмоций. В общем, этот процесс начинает вращаться на территории нашей души, что в результате обязательно должно привести к принятию решений, который осуществляет наша воля. И весь этот процесс реакции, размышлений, воспоминаний, визуализации несуществующего или представления того, что могло бы произойти в будущем, весь этот процесс осуществляется внутри нашей души. И когда мы обработали пятеркой нашей души всю эту информацию, приняли решение, затем мы передаем сигнал нашему телу. И оно осуществляет соответствующие действия. Итак, мы с вами привыкли функционировать именно по вот этой модели, где наша душа непосредственно работает только с нашим телом, и наша душа все решает сама. И на основании ее решений мы получаем результаты нашей жизни. И вот эта привычная нам модель называется моделью жизни, независимой от Бога. И именно эту модель устроения жизни нам нужно все меньше и меньше культивировать, питать, поддерживать. И нам нужно увидеть альтернативную, совершенно другую модель того, каким образом мы можем устроять жизнь, в которой не будет результатов, о которых бы мы могли с вами сожалеть. Почему понимание этой независимой модели жизни для нас важно? Потому что когда мы с вами обращаемся к Священному Писанию, к изучению Библии и начинаем ее читать, тогда мы автоматически начинаем вести свои размышления по старой модели. Вот как это выглядит. Итак, вы садитесь, вы открываете Библию, вы начинаете ее читать, информация со страниц этой книги поступает в ваш интеллект, вы запускаете процесс размышлений, вы визуализируете эти картины, представляете, может быть тут же обращаетесь к своему опыту, идете в архивы памяти, либо же визуализируя библейские картины, это также производит на вас определенные эмоциональные реакции. В общем, в результате весь процесс ваших размышлений вращается на платформе вашей души. И вот здесь самым опасным решением, которое мы с вами принимаем, это решение того, чтобы нам самим давать истолкование той информации, которая только что поступила нам. Поэтому мы принимаем решение, сейчас мы найдем внутри себя, на территории нашей души, объяснение всех этих событий. Поэтому, сделав свои заключения, основанные на нашем опыте, на наших реакциях, на нашем образе мышления, мы тут же выносим наше мнение как единственное правильное и передаем эту информацию нашему телу. И вот именно здесь мы с вами совершаем величайшую ошибку. Таким образом нам поступать совершенно не нужно. Вы скажете, ну а что же тогда в этом случае нам нужно делать? Самое главное, к чему нам с вами нужно прийти, это признать, что на территории нашей души у нас нет ясного ответа, ясного толкования той информации, которая написана в Священном Писании. Но при этом именно наш дух может самым совершенным образом давать нам толкование тех истин, которые мы рассматриваем в Священном Писании, в Библии. Поэтому наша воля, наше внутреннее решение должно представлять из себя следующее убеждение. Я знаю, что пятерка моей души не имеет внутри себя совершенного и точного толкования истин Священного Писания. Но в моем духе это есть. Поэтому я говорю моей душе, прежде всего, стоп, ты не будешь этим заниматься. Ты не будешь снова брать на себя позицию лидерства и давать всему объяснение, как ты считаешь правильным. Я говорю тебе, что ты сейчас должна стать в позицию зависимости, поднять руки и сказать, я нуждаюсь в том, чтобы получить ясность и понимание от Духа Святого, который напрямую говорит с моим духом. Я отказываюсь двигаться по независимой модели, в которой прежде привык действовать. Я говорю тебе, душа, ты не лидер, мой дух является лидером. У него есть все знания, он непосредственно связан с духом святым. И тебе нужно обращаться к нему. И когда вы это делаете, поворачивайте пятерку вашей души, не позволяя ей давать какие-то толкования, делать какие-то личные выводы. Обращайтесь с вопросом в сторону вашего духа. Обращайтесь внутри молитвенно к Богу с тем, чтобы он дал толкование, дал вам объяснение. Тогда Духу Святому легко будет высвобождать свои мысли, толкование в ваш дух. А в вашей душе легко будет принимать эти мысли от Бога. Куда они будут приходить? Они будут приходить также на территорию вашего интеллекта. В каком виде? В виде мыслей. И таким образом вы будете получать толкование от Бога. Объяснение, приходящее от самого Бога, что в христианстве называется откровениями, ясностью, открытой тайной, которая прежде была закрыта. И которая вдруг становится ясной для вас. Но откуда пришла эта информация? Откуда пришла эта ясность? Она приходит от Бога через ваш дух. Тогда, когда ваша душа, она открыта для принятия этого служения. И вот такую модель мы с вами назовем моделью жизни, зависимой от Бога. И как вы видите, ее особенность в том, что в этой модели ваша пятерка души добровольно занимает позицию смирения и сама ставит себя в позицию зависимости, где она признает, я не имею ответа, я не знаю, но я обращаюсь за этим знанием к Богу, который имеет связь с моим духом, и я могу получать эту информацию. Поэтому внутри вас должна быть эта комбинация из двух частей. С одной стороны, я осознаю свою беспомощность, глупость, незнание, неспособность дать точного, ясного истолкования. Но с другой стороны, я уверен, что внутри меня, в моем духе, есть вся ясность и все понимание, потому что сам автор этого писания пребывает внутри меня, соединен с моим духом. И тогда вы уже видите, что не вы берете на себя ответственность толковать священное писание, а вы ставите себя в позицию зависимости и ищете понимание из другого источника, который в то же самое время находится внутри вас. Поэтому на первый взгляд складывается впечатление, как будто с одной стороны это и не вы, но в то же самое время это и вы. Это выглядит, как будто вы. Те же мысли, понимания, те же откровения, которые поднимаются внутри вас или будут подниматься, приходящие от Бога, приходящие от Духа Божьего внутри вас, они будут выглядеть, как будто это ваши мысли. В них не будет чего-то мистического, это не будет в виде звучащего голоса, в нем не будет никакого материального эффекта. Это будет выглядеть, как будто вами сформированная мысль. Но на самом деле эти мысли были даны вам от Святого Духа. Но обратиться к этому источнику, вознуждаться в этом источнике, добровольно сделать себя зависимым, чтобы отказаться самому давать толкование, а обратиться к поиску, все это делали вы. Поэтому из этого урока нам важно вынести следующее понимание. Если мы пытаемся с вами читать Библию по старой независимой модели, это обязательно будет производить результат непонимания, смущения, скуки или формирования неправильных образов о Боге. Если же мы с вами активируем и обращаемся ко второй модели, тогда чтение Писания будет удивительно интересным временем, в котором вы будете находить не только назидание, не только интеллектуальное просвещение. Это будет наполнять ваши эмоции, это будет давать вам видеть новые картины, это будет настолько захватывать вас, что после прочтения каких-то глав Писаний вы будете выходить совершенно другим человеком, вдохновленным, наполненным силой, радостью, ясностью, пониманием, что теперь мне нужно делать. Тогда чтение Священного Писания станет для вас путем общения с Богом, инструментом, благодаря которому вы можете слышать от Бога, принимать мысли от Бога, позволять Ему говорить с вами. Итак, советую вам еще раз переслушать этот урок, еще раз пересмотреть и поразмышлять над теми моделями, которые мы визуализировали. Проверьте на себе, как это работает внутри вас, потому что следующий этап, к которому нам необходимо будет перейти, это как раз практическое применение, чтобы та теория, которую вы слышали сегодня, она была воплощена вами на практике, и вы сами могли получить результат удовольствия, наслаждения и новых отношений с Богом. А на сегодня все. На следующей встрече продолжим. Пока!